Итак, раз вы зашли на это видео, значит вам интересно, как чипуют вашу машину на самом деле. Но для начала небольшое отступление. Заезжая в контору по чиптюнингу, мы представляем, что нами займется человек, который понимает в этом деле. Но далеко происходит не так, потому что те люди, которые занимаются чиптюнингом, в большинстве случаев являются людьми с улицы, как и мы с вами. Конечно, понимая, что есть единицы, которые шарят в этом деле, но вы же понимаете, их единицы, а количество тех, кто реально ответит за вашу машину, если что-то пойдет не так, еще меньше. Еще я подскажу один способ вычислить самозванца. Вы зададите ему вопрос, а сможет ли он подбирать индивидуальные настройки под ваши индивидуальные модификации, потом ответить за свою работу? Если ответом будет нет, тогда таких надо подальше. Итак, погнали. Итак, какое оборудование нам нужно для того, чтобы чипануться? Помимо ноутбука, нам нужен модуль для чиптюнинга. Это у меня довольно старая версия, она у меня почти два года уже. Как видно, здесь есть сам блок, который будет считывать нам заводские настройки. И куча проводов для разных машин. У меня типичный OBD2 разъем, поэтому беру соответствующий разъем на OBD2 и кабель USB вот такой вот. Итак, подключаем USB. И подключаем OBD2. Значит, OBD2 у меня находится здесь. Включаем комп. И как видно, что здесь красная лампочка загорелась. Это говорит о том, что USB успешно подключился. Теперь запускаем приложение K-Suite. Значит, приложение запускается. Считывает данные нашего девайса. Делаем контакт. Но, кстати, прежде чем делать контакт, я вам настоятельно советую подключить аккумулятор к какому-нибудь внешнему источнику питания на 12 вольт. Для того, чтобы он не садился в процессе чтения или записи новых карт. Далее выбираем машину. Выбираем, соответственно, Ford. Далее фокус. Первый. И наш моторчик F9DA. Значит, я вам объясню. У меня мотор FFDA. На 100 лошадей. Однако, этот мотор ничем не отличается от второго мотора на 115 лошадей. Кроме как прошивкой. Поэтому смело можно выбирать вот эту F9DA. Нажимать ОК. И все. У нас уже есть уровень заряда аккумулятора, который здесь, кстати, отображается. У нас 13,4 вольта, 13,5. И, как видно, здесь высвечивается протокол Ford J1850. Нажимаем чтение. Все. Здесь пишет нам. Включите панель инструментов. Она у нас включена. Проверяй контакты. Проверяй соединения все. Все у нас на месте. Нажимаем ОК. Поехали. Все. Значит, продолжить чтение? Продолжить. Все. Рекомендую выключить панель приборов. Выключаем. Нажимаем ОК. Профит включить панель приборов. Все. Чтение идет. Как видно, циферки ушли. Пробег ушел. И в мозгах сейчас что-то происходит. И ждем. Итак, менее минуты осталось. Считает даже доли секунды. Какой точный у нас прибор. Все. Чтение закончилось. Теперь сохраняем в удобном для нас месте. И сейчас ключевой момент. Значит, есть такие сайты, которые берут ваши стандартные настройки. И сами их переделают. Обкатанные другие улучшенные настройки. И посылают вам их обратно за деньги. Для того, чтобы вы их потом записали. И иногда встречается такая функция, где вы там пишите, например, у вас там выхлоп на 63 трубу. Удален катализатор. Пожалуйста, сделайте так, чтобы мне было хорошо. И они вам сделают. И один из этих сайтов. И это не реклама. ECU-map.com Логинимся. Загружаем файл. Так, у меня EGR отключен. Катализатор. Так, 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 так. Ага, ага, ага. РСД. Выбираем нашу машину. Делфи. Выбираем КЭС. Итак, после того, как мы определили, какая у нас машина. Дальше вводим год выпуска. Производитель электронного блока управления. Потом тип электронного блока управления. Его, кстати, можно найти сразу здесь в списке. Делфи MPC 555. Далее смотрим. Здесь требует номер софтуэра и номер гардуэра. Их можно найти, опять же, нажимая на вот эту вот штуку. Потом нажимаем ID. Окей. И здесь видно номер гардуэра и номер софтвэра. Все это переписываем сюда. И здесь и номер электронного блока управления. Его можно взять с наклейки на самом блоке управления. Я когда-то фоткал вот эту вот наклейку и сюда же переписал. Дальше выбираем механику. Какой программой мы считывали. И то, что сделано в машине, пишем. Файл я загрузил в формате zip. И перепроверяем. И все, загружаем. Итак, не прошло и 15 минут. Файл принят. Теперь просят от нас заплатить. Нажимаем на оплату. И все, я заплатил. Теперь у нас показывает, что человек работает над настройками. И ждем, пока будет результат. Минут 30, где-то час. И вот, значит, я заплатил. Человек отправил уже файл. Сейчас буду его скачивать. Ага, RSD. И сохранить. И теперь записываем. Загружаем новый файл с новыми картами. Включите панель приборов. Проверяйте соединение. И нажмите ОК для продолжения. Проверяем правильность информации. И нажимаем ОК. Записать. Да. И здесь предупреждение. Уточните, что это файл именно для вашей машины, а не для какой-то другой. В противном случае, это может привести к выходу из строя электронного блока управления. Продолжить. Нажимаем ОК. Отключаем панель приборов. Нажимаем ОК. И все, началось. Включаем панель. И появляются такие черточки, которые говорят о том, что идет вмешивание в электронный блок управления. И у нас здесь на компьютере видим оставшееся время. И ждем 9 минут. Итак. Меньше 20 секунд осталось. До момента истины. Надеюсь, что пронесет. Следуем здесь инструкции. Switch out the dashboard to continue. ОК. Все. Пишет, что все сделано. Итак, дай бог, все хорошо получилось. Значит, что у нас получилось. Машина снизу впрет как бешеная. И турбина раньше выдавала максимум 0,7 бара. А сейчас... Как видно... Это целый килограмм. То есть, в принципе, расчетным методом. Бог его знает, сколько он сейчас выдает. Но разница есть. То есть, мотор сейчас ведет себя на низах как атмосферник. То есть, с низов он отлично тянет. А когда турбина срабатывает, то он ведет себя как бы как турбовый мотор. Как и должен турбовый мотор себя вести. Ладненько. Замеряем разгон. Как уже понятно, засыпать дико не хватает. Были, конечно, более сцепкие попытки замера разгона, которые можно будет посмотреть в видео по чиповке РСДшки. Так что обязательно ставим лайк под этим видео и переходим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова